всем привет с вами ирина вот теперь наш цветочек полностью уже раскрылся и я могу вам его уже показать сейчас я постараюсь его немножечко повернуть так чтобы во всей красе и вы видите у нее такая неоново-желтая губка очень красивый цветочек у него губа с таким ворсом сейчас на черном фоне очень даже хорошо видно под цветонос я положила кусочек коры потому как цветонос полностью лежал на листике и цветочек не мог полностью раскрыться поэтому пришлось мне его немножечко приподнять для того чтобы наши лепесточки хорошо полностью раскрылись что хочу рассказать еще про этот цветочек дело в том что буквально пару дней назад я заметила что от этого цветочка идет очень такой тонкий нежный нежный аромат это только в утреннее время в первой половине дня аромат еле-еле слышен то есть это орхидейка в принципе она ароматная но если вы будете стоять рядышком возле этого растения вы аромат не услышите до тех пор пока вы не принюхаетесь то есть нужно вот прям носиком ткнуться прям в цветочек только тогда вы услышите аромат а так как вы будете стоять рядышком возле растений если к примеру растения будет стоять у вас на подоконнике и вы будете рядом просто стоять то вы этот аромат можете даже и не ощутить то есть настолько этот аромат такой ненавязчивый у этого растения так что мы раскрылись полностью а вот но и теперь мне интересно сколько же продержится наш цветочек в раскрытом состоянии потому что информация конечно же в интернете совершенно разное на одних сайтах пишут одно на других другое но в принципе плюс минус пишут 10-15 дней у меня растение уже в полном распуске больше недели вот и как бы пока что я еще ничего такого не заметила чтобы шло уже на увядание то есть цветочек еще полностью раскрытый и абсолютно нормально держится единственное еще отличие сортовиков от голландских орхидей потому что меня вот как раз спрашивали что я буду делать с цветоносом вот если у меня вот эта тетрасписа цветет буду ли я срезать цветонос так вот здесь как раз таки очень интересный момент у сортовых орхидей цветоносцы срезать не рекомендуют почему потому что со временем это растение дорощивает свой цветонос и может дальше доращивать бутончики может быть 2 3 цветочка появится потом может еще несколько цветочков появится в тот момент когда будет растение доращивать уже цвёвший цветонос это же растение может выпустить и молоденький цветонос и не один а может и выпустить и 2 и 3, либо каждый год, например, по одному цветоносу просто растить, поэтому мне очень нравятся, конечно, сортовички вот этим своим отличием, и, честно говоря, я сейчас как-то уже по-другому стала смотреть на голландские орхидеюшки, хотя они тоже очень красивые, но вот как-то я к ним немножечко, скажем так, остыла, то есть посмотреть, полюбоваться на эту красоту, как они у кого-то, где-то там за окошком стоят, или в магазине, или на фотографиях, это одно, но я теперь понимаю, что мне хочется, конечно, чего-то красивого, чего-то интересного, тем более эти растения, вы видите, достаточно компактные, то есть это не есть большущее такое растение с огромными листьями, и получается, что на мой подоконник поместится намного больше вот таких вот растений, чем голландских стандартных орхидей, так что я пока что наблюдаю, сколько же времени будет держаться цветочек, и обязательно вам об этом расскажу, вы помните первое видео про то, как эта орхидеюшка распустилась, и это видео вышло именно в тот день, когда распустилась эта орхидейка, так что именно от этого числа, от этой даты, когда вышло это первое видео про тетраспис, когда она распустилась, можно будет с легкостью отсчитать, сколько дней процветет это растение, так что наблюдаем пока что дальше, сложностей в уходе, ребят, абсолютно никаких нету, я ухаживаю как за обычным растением, единственное, что как только эта орхидеюшка раскрыла свой цветочек, я перестала ее удобрять, вот это вот один единственный нюанс, и я думаю, что вы уже многие знаете, что как только растения распускают свои цветочки, вот именно в этот момент можно уже прекращать удобрять, иначе, если мы будем удобрять цветущее растение, то, конечно же, цветочек наш намного быстрее отсветет. Ну, все, спасибо вам огромное за внимание, подписываемся на канал, ставим лайки, и до новых встреч, пока-пока!